Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, сегодня пятница, значит пришло время подвести итоги прошедшей торговой недели. Как обычно, посмотрим на российские и на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти и золота, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, ну и покопаемся в трех моих портфелях. Напомню, что инвестирую через брокера открытия, там у меня российские активы. И у меня есть два брокерских счета в Тинькофф, на ИС у меня американские акции и на обычном брокерском счете валютные фонды. Ну и, друзья, как вы видите, по трем моим портфелям суммарно прошлая неделя принесла мне неплохой профит, более 14 тысяч рублей. Я приятно удивлен, если честно. Я вот сейчас только что все это сложил. Почему так вышло? Ну, потому что хорошо отработали мои американские бумаги, ну не только американские, и евровые, и долларовые. Короче, друзья, диверсификация – это вещь нужная. Сегодня об этом будет более подробно. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья. Погнали! Друзья, по техническим причинам записываюсь сегодня рановато, поэтому пока не знаю, как открылась Америка, но вот на старте индекс РТС снова просто катастрофически валится, минус 1,88%. Индекс Мосбиржи падает на процент, безусловно, паника продолжается, санкционная паника. Я на эту тему даже сделал отдельный видос, скоро я его выложу, там я размышляю о том, почему так происходит и чем нам может грозить новая администрация Байдена. Золото сегодня в коррекции, минус 0,41%. Сейчас тройская унция стоит 1862 доллара. Ну и что показательно, пока по золоту мы никаких резких подъемов не наблюдаем. Собственно, либо размеры паники еще никак не влияют на золото. Ну и с другой стороны, друзья, все-таки пока паника очень локальная, она не связана с какими-то мировыми сложностями, с мировыми опасениями. Внутри собственной страны, и это угрозы только для российского рынка, поэтому, на мой взгляд, по золоту и нет роста. Нефть в коррекции. Российская Юрлс минус 1,21% и цена за баррель 55 долларов 34 цента. Бренд минус 1,18, 55 долларов 44 цента за бочку. Американские рынки пока не открылись. Вчера котировка остановилась на слабо нулевом уровне. S&P 500 прибавлял 0,03%. А промышленный индекс Dow Jones закрыл день даже в небольшой коррекции на 0,04%. По индексу московской биржи сегодня лучшие бумаги, но, во всяком случае, на текущую минуту. Это компания Ozone более 4%, на втором месте Детский мир, на третьем FOS Agro плюс 2%. Дальше GLTR плюс 1,3, X5 Retail плюс 0,8. Лидеры падения. Газпром минус 2,7, Novotec минус 2,8, Мосбиржа минус 2,9, Сургутнефтегаз минус 3,3. И просто, друзья, катастрофа происходит с компанией Тинькофф. Я не знаю, с чем это связано. Опять минус 5,4. По моим ощущениям, у меня нет этой бумаги, я ее прям не отслеживаю предметно. Но вот то, что мы с вами наблюдаем. По-моему, за неделю Тинькофф просел процентов на 15-20. Напишите в комментариях, кто наблюдает за компанией. Почему так происходит, я не знаю. Я читал новости, что некоторые акционеры, крупные топ-менеджеры, они продают бумаги. Но, скорее всего, это фиксация. Я не думаю, что это какие-то риски внутри компании. Но вот как раз рядовые акционеры, маленькие инвесторы, типа нас с вами, они могут расценить это как риски. Поэтому могут начать выходить из компании. Ну, вообще, Тинькофф до этого вырос невероятно. Поэтому, друзья, коррекция, наверное, ожидаема. Но я сочувствую тем, кто зашел в бумагу на хаях, ожидая продолжения роста и попал под вот это ужасное падение. По всему российскому рынку, друзья, у нас второй день подряд. Лидер с результатом более 30% это ОМСЗ. Снова эта самая бумага. Мы ее вчера с вами разбирали. Привилегированная. Опять плюс 32. В лидерах Варьего нефтегаз и Варьего нефтегаз префы. Газпром Ростов-на-Дону плюс 6.7, ТНС Энерго Ярославль, Тамбов Энергосбыт, Хэтхантер, Саратовский НПЗ и Ишсталь. Друзья, ну, все из этого мы уже с вами неоднократно смотрели. И ОМСЗ, и Варьего нефтегаз. Давайте сегодня, исключение ради, как раз посмотрим на последнюю динамику компании Тинькофф. Мне кажется, вот это будет любопытно. С вашего позволения слегка отойдем от наших традиций. Но я думаю, вы не будете против. Ну вот, друзья, эта бумага, тикер TCSG. 3 018 рублей она стоит. Ну и вы знаете, вот судя по графику, ничего страшного с ней не происходит. Возможно, я просто ошибся, и мне показалось, что компания так сильно упала. Но она падает, конечно. Но смотрите, за неделю она даже по-прежнему в плюсе на 1%. За месяц плюс 27% роста. Да, нисходящий тренд наметился. Но смотрите, какой до этого был взлет. За полгода компания дает плюс 71%. И за год плюс 110%. Фантастика, конечно. Вот, друзья, у нас коронавирус. И просто нереальное восстановление. Жалею, друзья, что в свое время не купил акцию. Когда многие, кстати, об этом писали, что на падении надо брать Тинькофф. Ну, не взял. Не взял. Немножко обыдно. История Тинькофф началась с кредитных карт почти 15 лет назад. Теперь банк предоставляет широкий спектр финансовых, и не только услуг, в рамках одной онлайн-экосистемы, бла-бла-бла. Ну, знаем мы все это. И брокер он уже, и чем только не занимаются. Вообще, молодцы. Компания крутая. Интересно, кто ее купит. Маркет Кэп 8 миллиардов долларов стоит компания. ПЕ 15. Немножко великоват. Рост ИПЕ за 5 лет 60%. Рост выручки 23%. Прекрасная рентабельность, друзья, преимущественно двухзначная. Прибыль от выручки 24%. Есть еще и дивиденды по компании, но не очень большие. Зато смотрите, какая лесенка красивая выручка с прибылью. Но вот по денежным средствам данные не актуальны. За 2013 год последние дивиденды. В 2020 году было 4 выплаты. Общая дивдоходность, валютная, друзья. Ну, сколько тут получается? Процента, наверное, 3-4, да, если я верно считаю. По 20-25 центов на одну бумагу. В среднем платят Тинькофф. И делают они это четырежды, поквартально, как и, собственно, все американцы. Компания офшорная, поэтому налог с дивидендов, что важно, друзья, об этом Тинькофф предупреждает. Надо будет уплачивать самостоятельно, декларировать его в бюджет Российской Федерации. Интересная бумага, друзья. Главное, конечно, не покупать хорошие бумаги за дорого. Сейчас она стоит определенно дорого. Когда она скорректируется пониже, я так думаю, тысяч до двух с половиной. Может быть, еще даже пониже. Вот тогда можно задуматься о покупке. Пока явно перегрето. Держим ее в уме. Запоминаем. Конечно, при первом подходящем случае я ее себе, наверное, возьму. Давайте посмотрим, что у меня. Начинаем с российских активов. В брокере открытия. Ну и тут сегодня, конечно, минус. Минус полпроцента. Минус 3200. 585 тысяч у меня в портфеле. Так, общая информация по моему счету. Сейчас глянем, друзья. За 7 дней у меня получается плюс проценты, плюс 6000 рублей, тем не менее. Весьма неплохо. Ну, получается, что 6000 Россия мне приносит и около 8000 Америка. За 30 дней плюс 273, плюс 15000 рублей. За год доходность плюс 22 процента, плюс 109 тысяч. Так, по моим бумагам на момент записи. Так, ну смотрите, растут сегодня евро с долларом. Это хорошо, опять же, для того, кто держит деньги не только в рубле. А что касается именно бумаг, лучшая из них FXWO. Это ETF-ка FINEX плюс 0.4. Ну, скромненько, очень скромненько. Детский мир на 0.34 прибавляет. И FXUS с FXJD на 0.06. Все остальное падает сплошником, друзья. Лидеры падения Ленэнерго минус 1.31, Норникель минус 1.42 и Преферос сети минус 1.47. Если мы посмотрим отчет за 2021 год, ну то есть с начала этого года, то пока у меня плюс 2 процента получается по российским бумагам, плюс 11940. Вот такая история. Ну и могу вам показать, как на сегодня выглядит мой портфель. Друзья, немножко кэша. Самая тяжелая бумага 15% это ETF-ка от FINEX почти 90 тысяч. Потом по убыванию AFK-система, Полюс Яндекс, Ленэнерго, ОГК-2, Полиметалл, Детский мир, Сбербанки, обычный привилегированный, Норникель, Мосбиржа, МТС, FXWO, FXRL. Это мои новые покупочки Россети, Интерао, FXIT, FXCN, друзья, и FX на золото. Вот что касается FXCN, это вообще пушка. Я купил эту бумагу всего ничего там несколько дней назад, и за то время, что я ее держу, смотрите, она выросла на 7,5%. Короче, Китай это огонь, конечно. Я тоже об этом отдельное видео недавно снял. Возможно, на выходных оно появится, так что следите за моим каналом. Давайте посмотрим, что в Америке. Начинаем с ИИС в брокере Тинькофф. Здесь сегодня минус 0,53%, примерно минус 1000 рублей. Всего на счете 183480 рублей. Ну и мы видим, что большая часть бумаг в минусе, за исключением AMD, которая сегодня, на удивление, растет на 1,38%, в слабом плюсе Элилили, плюс 0,14, и немножко прибавляет МЕРК, плюс 0,09. Весь остальной американский рынок акций падает. Но, друзья, падение все равно не такое сильное, как по российским бумагам. Всего по этому портфелю примерно плюс 31% и 43 тысячи рублей. Но подчеркиваю, что курсовая разница вытаскивает эти портфели, даже если не растут сами по себе американские компании, если наступают какие-то тяжелые времена. Что происходит? Естественно, обваливается рубль. Естественно, растет доллар. Вот сегодня, например, доллар растет... Сейчас мы посмотрим, насколько... Ну вот в настоящий момент, друзья, почти на процент. То есть даже если эти деньги будут лежать у вас просто в долларе, то это и есть та самая страховка от обвала рубля и от различного рода неприятностей, которые могут подстерегать российские бумаги. Ну и второй мой счет – это фондовый счет. По нему сегодня тоже коррекция. Минус 0,62% и минус 1179 рублей по бумагам. Но по факту фонды тоже сегодня прибавляют. Здесь уже 190 тысяч. И 5,27% роста. Примерно 9,5 тысяч рублей. Вот так вот выглядит динамика по моим фондам. Альфовские фонды S&P 500 плюс 10 примерно процентов. Европа капитал болтается около нуля. Я его совсем недавно купил. ВТБ на S&P 500 плюс 9,5. ВТБ акций развивающихся стран плюс 14,5. Евро облигации РФ 2%. Корпоративные облигации США 4,44. Тинькофф Nasdaq недавно даже более 20 прибавлял. Сейчас немножко просел плюс 18. Вечный портфель в евро плюс 2. Ну и по-прежнему в коррекции золота. Минус 5,62%. Ну что, друзья, немножко страшновато, если честно. Не так, как в феврале-марте прошлого года. Но что-то возможно случится. Ну давайте не будем сгущать краски. Во всяком случае сегодня. Потому что впереди выходные. Поэтому я вам от души желаю их отлично, хорошо провести. Если вдруг вы на этой неделе потеряли деньги на фондовом рынке. Друзья, не отчаивайтесь. Не посыпайте голову пеплом. Сохраняйте оптимизм. Ну и естественно, если до сего момента вы не задумывались о том, что часть своих денег надо держать в другой валюте, кроме российской. Возможно, пришло время об этом задуматься. Не исключаю, повторю, что российские бумаги и российский рынок могут в ближайшее время, в ближайшие недели или месяцы ждать не самые лучшие времена. Поживем, увидим. Если вам это понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду вам рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Ну а если вдруг вам нравится то, что я делаю, если вы хотите поддержать мой канал, друзья, нажимайте кнопочку спонсировать, отправляйте посильную сумму на поддержку канала. Буду вам очень благодарен. Все, отличных выходных. На выходных что-нибудь обязательно для вас выложу. Ну а уже на фондовых рынках мы увидимся с вами в понедельник. Пока-пока.